Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Ларису. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Ларисы. Под ногами сканирует все сиен тонких тел Ларисы. Находит все. Лариса в руках такая тонкая, как накидка. Но она говорит, что она сама себе выставляет ее как защиту, огораживаясь от других. Хорошо, это можно легко проверить. Это накидка силами его намерения уходит в клетку-тюрьму. Один, два, три. И я даю команду от этой накидки на счет 3. Начинает выстраиваться канал к ответственному за эту накидку. Один, два, три. Притягиваются все ответственные, которые связаны по энергетике с этой накидкой и с энергией Ларисы. Силами его намерения дабы и так, а так и есть. Нет никого. Но идет энергия какая-то. Все леноватая. Где? Куда идет? Рядом с накидкой. Хорошо. И от этой зеленой энергии силам его намерения выстраивается канал к ответственному за эту энергию. Один, два, три. И я его притягиваю в клетку-тюрьму, становится моим заложником. Да будет так, а так и есть. Это ящер. Лучше похож. Отлично. Снимаю это все маски и голограммы. Ящер предстоит первый в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Влад, просканирую это голограмма или оригинал. Я выстраиваю от ящера канал ко всем другим ответственным. Один, два, три. И притягиваю всех ответственных, связанных с этим ящером и с этой накидкой и этой энергетикой. Ларисы. Один, два, три. Все по каналу сюда. Но он один, и там больше Фантома он напоминает. Фантом. И от Фантома выстраивается канал. К ответственному притягивает оригинал. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Ну, в клетке сейчас он рычит. Отлично. Влад, просканируй его защиту и сожги ее. Как ты это умеешь? Делай ему больно. Ну, защита снята, и он просит остановиться. Выключаю. Лазер. Так, паразит, что ты делал в этом биополе? Он говорит, что я в ней не нахожусь. Не лги мне. Не лги мне. Наши энергии соприкасаются. Вот. Ты запустил свою энергию в ее биополе. Значит, ты здесь присутствующий. Присутствуешь. Иначе бы я тебя не вытащил по каналу. Ты связан с этой энергией. На каком основании и когда ты вошел в это биополе? Считай цифры у него на голову, Вера. Подожди, два дня назад цифра 546. Хорошо, дальше. Ну, кто-то есть рядом, где он находится, где он сидит. Он не сидит в ней. А кто есть рядом, не понял. Кто-то в квартире с ней есть, где он действительно обитает, этот ящер. Так, я даю команду, значит, 3, все, что установлено в биополе Ларисы на частоте ящера и его подключики, начинает, значит, 3 выходить из ее биополя, включая ей внутренний белый свет. 1, 2, 3. И она начинает выдавливать все чужеродные подключики и останавливается автоматически. Он говорит, что нету в ней моих подключек. Она закачивала энергию и подцепила мою. Что она сделала не так, ящер? Энергия не совпадает. В квартире много разных энергий. И чем это связано? Он так и говорит, что мы убрали, но у нас вибрации высокие. У тех, у кого высокие вибрации, они могут гармонировать с вибрациями, которые в квартире. Мы все сейчас выпускаем свою энергию. Хорошо, если ты мне не подскажешь, какое есть средство защиты против этого воздействия, ты мне без надобности. Он говорит, что только развивать свои энергии, защищаться своими собственными энергиями изнутри. Ты же сказал, что защиты не хватает в доме. Я так понял? Защиты хватает, чтобы не зайти туда. Но тот, кто уже внутри. В людях живущих? Да. Понятно. Там живут интерференты. Что они делают? Эти люди меня интересуют. Значит, то есть космические, у которых высокие вибрации. А, ну все, кто там в людях, они реагируют. То есть ниже ним совсем плохо. А у кого высокие вибрации, они могут выпускать определенную. То есть люди делают какие-то вещи, и эмоции выходят. И вместе с эмоциями выходят вот эти энергии. Только хотел сказать. Кто в них сидит. Понятно, ящер. Хорошо. Хорошо. Так, как мы будем с тобой решать этот вопрос? Меня не устраивает, что вы находитесь в квартире. Он говорит, что мы не находимся в квартире. В квартире нет установок. Ну а как вы взаимодействуете с ней? Нет, но есть эмоции, которые выпускают люди. Хорошо. Какие это эмоции, которые выпускают люди? Как они называются? С ними выходят наши энергии. И ваши энергии, то есть энергии в тех, которых, интерферентов, которые сидят в этих людях, живущих в этих квартирах. Правильно я понимаю? Да. Хорошо. Ну тут в принципе… Он просто показывает, вот такой как он, у него тоже высокие вибрации, и он выпускает вот эту энергию, человек выпускает его энергии тоже. А нижний, он показывает вес, да, например? Сидящий в члене этой семьи, да? Ему больно, то есть он обжигается этой энергией, и он… Ну так наша защита работает. Хорошо, тогда сейчас будем решать… Это он показывает. Он не может выйти в вес, например. Я понимаю. Меня сейчас больше интересует, какая еще возможность существует от космических, чтобы они не входили больше в эту квартиру. Он говорит, что квартира защищена, чтобы не вошли. Но тот, кто живет внутри, будет продолжаться так. Энергии будут смешиваться постоянно. Она может только защититься своей внутренней энергией. Хорошо, Лариса, вы слышали сейчас, как вы можете защититься от тех, кто с вами живет и в ком живут сущности. Люди, которые не верят в этих сущностей, они практически вас именно этой энергией и заражают. Еще он показывает, что она может мысленно собирать всю эту энергию и сбрасывать. Конечно, она может. В квартире собирать и сбрасывать. Она может, конечно, она может и свою энергию сбрасывать, и с этой квартиры собирать и сбрасывать. И купол он показывает, который стоит над квартирой. Она может активировать и вот эту фиолетовую энергию пропускать через квартиру чтобы она чистилась хорошо это мы и обязательно передадим хорошо ящер как мы сейчас будем решать с тобой вопрос я хочу чтоб ты больше не контактировал ни с этой квартиры не с этими людьми говорит что я не могу мне стоят установки в определенном биополе просто мы сейчас начнем эту квартиру чистить я буду сейчас не и заходить по я тебя по-любому опять притяну я тебе предлагаю вариант я не притянешь потому что там нет моих установок а где установки твои стоят за пределами в биополе в ее биополе не любил поле живущего в чем картина понятно то есть ты находишься сейчас практически в другом человеке да да это мужчина или женщина женщина понятно этот как в таких случаях поступать амалия прошу амалию выйти на связь амалия в комнате на приветствую всех рада видеть приветствую амалия у нас такая ситуация мне нужен твой совет мы сейчас вытащили ящера которые я не знаю ты в курсе сеанса который сейчас идет или нет в общем он живет в другом человеке человек конечно нам не давал своего разрешения но он как-то с этой энергетикой связан все равно с этой ларисой которую мы сейчас чистим и проверяем как нам поступать в этой ситуации куда мне отправлять ящера говорит что лариса раз живет с другими людьми но делает прорыв чтобы быть осознанной до должна первую очередь развивать себя и свои энергии расширять учиться защищаться спокойствие очень поможет спокойствие спокойствие и вера в свои энергии внутренней если она будет верить что не защищает выставлять вот такие плотные она показывает из себя как шаром защищаться но изнутри своими энергиями которыми она доверяет она будет знать что она защищена но опять она показать что нужно быть в покое если она будет реагировать на эмоционировать эмоционировать да на вот эти чужие раздражатели эмоции то это все сразу к нулю сводится тогда да тогда и будут пробивать без конца эти энергии причем она показывает именно не интерферентов а энергии которые выходят с эмоциями из этих людей понятно значит я тогда сформулирую эту мысль так и и надо в первую очередь изменить свою реакцию на факторы внешнего раздражения перестать на них реагировать не про не пропускать эти слова через себя не давать никакой ответ на реакции и они просто уйдут в никуда нужно как вот она показывает что как бы уйти в себя и начать с себя и вот это вот энергию на как наращивать внутри себя свою свои назовем его светом этот цвет наращивать и изнутри формировать она показывает разные энергии хорошо лет какие цвета определенные или все цвета цвета по чакрам по чакрам семь цветов чакр отлично эти цвета лариса должна визуализировать при выставлении защиты изнутри да и наращивать их и быть спокойной вот она в покое показывает что нужно быть тогда ее не пробьет никто понятно хорошо благодарю дорогая маля по присутствию же нас на сеансе будет да останется давно не виделись и для малин накрываем самый вкусный стол ориентальских вкусняшек один-два-три да будет так атака есть красивое кресло стол все появляется амалия еще один вопрос куда мне тогда ящера отпускать он не является практически тем интерферентом который находится в ее биополе он как бы не пока покасательный она говорит что отпуская на его чистоту он сам вернется он сам разберется так как у него стоят установки он все равно будет там хорошо ящер ты слышал как эту ситуацию мы сейчас будем разруливать меня еще один единственный вопрос интересует кто два или три дня назад бил по голове ларису но это вот эти энергии вот это и были эти энергии это энергии да хорошо лариса вот вы еще один ответ получили хорошо ящер мы сейчас просто будем еще проверять квартиру и скорее всего я тебя опять вытащу в этой квартире не так ли квартире меня нет хорошо договорились я тебя просто предупреждаю что с каждой нашей встречи моя озабоченность становится больше и больше то есть я становлюсь более категоричен и мне если я замечу какие-то большие проблемы которые ты сделал там или с людьми или с квартирой я тебя опять вытащу пеняй на себя в твоих интересах лучше все собрать и уйти оттуда добровольно смотри потому что мы будем все равно встречаться в противном случае тебе это понятно понятно хорошо и я даю команду наверху открывается порта против часовой стрелки на частоте ящера 1 2 3 ящер уходит на свою частоту забывая дорогу назад закрывая печатаю растворяя готова хорошо что у нас еще там осталось вера в клетке сейчас накидка накидка под нее открывая и шар этот еще остался и под шаром и накидкой открываются порталы в галактическое ядро и они улетают туда на переработку закрывая печатая растворяя готова хорошо лариса вы все поняли да я поняла отлично давай заправим ее энергиями и будем возвращать назад посмотри пожалуйста сколько энергии нужно ларисе до полного восстановления корректировки 350 и 20 и 27 да и на счет 3 в макушку головы ларисы начинает поступать 7 высоко вибрационных потоков по 350 процентов каждый один два три потоки пошли наполняет усиливает чистота и вибрации поднимается до числа значения 27 герц канал остался еще мира нет канала не канала и не было хорошо там через накидку сошла готова синхронизируется энергия вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом 123 хорошо мы закончили сейчас будем возвращать ларису в ее биоробот и после этого просканируем сейчас квартиру и для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию ларисы в систему биоробот душа заводим подключаем ее каждому органу каждой клеточке каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами готова и отключаясь от ларисы и перемещаясь сразу к ее входной двери на счет 3 1 2 3 есть входи в квартиру и я даю команду по всему периметру квартиры на счет 3 порталы в ней или воронки двигающиеся и также негативные энергии 1 2 3 сущности разбивается по секторам у нас нет никого у нас сгустки энергии разных хорошо от этих сгустков энергии выстраиваются каналы 1 2 3 я притягиваю ответственность за эти энергии нет здесь никого это эмоции хорошо лариса как вы видите мы ничего здесь не нашли в вашей квартире под этими эмоциями открывается порта в галактическое ядро 1 2 3 эмоции улетают галактическое ядро на переработку закрывая печатаю растворяя с вами живут в квартире люди которые имеют подключки эта ситуация вы можете решить двумя способами или люди поднимут свой уровень осознание и почиститься от них если они этого хотят в чем я сомневаюсь или же вы начнете выставлять защиту и сами чистить эту вашу квартиру от этих негативных энергий ничего другого в вашей квартире нет все что вас бьет это бьет эти энергии исходящие из людей они рано или поздно эти энергии достигают цели и просто так как вы не защищены они лупасят вас от этого можно тоже из защиты избежать вы можете защитные поля выставлять вы можете делать все что ваша фантазия разрешает и даже чистить самостоятельно квартиру но вы не сможете как и я переубедить людей задуматься о своей жизни поэтому я считаю что мы свою работу выполнили больше мы ничего здесь сделать не можем на копол стоит фиолетовая энергия включена она сама может чистить таким образом квартиру хорошо открываем под клеткой порта в галактическое ядро 1 2 3 эта клетка улетает галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию закрывая печатаю растворяя активируем еще раз даем дополнительную сюда энергию атмана 1 2 3 шар атмана спускается в квартиру любое космическое воздействие космических сущностей блокируется 1 2 3 готова и вокруг хорошо отлично там животные есть квартире если есть животные они появляются сейчас фантомы их 1 2 3 хорошо и на 4 переноси к входной двери 1 2 3 и отключайся от квартиры и переноси свою комнату диагностики 1 2 3 пошел по рею я на месте и и и и и и и